Всем привет! Вы на канале Family Ease. Меня зовут Денис Мищенко. И сегодня мы поговорим о такой непростой теме, как вести себя отцу после того, как семья, в которой он жил, распалась, и что делать, и как выстраивать отношения с ребенком. Вообще эта тема очень актуальна, потому что по статистике 60% брака в мире распадается. Стоит сказать, что брак очень редко распадается в понимании того, что музыка утихла, все, что могли, вы станцевали друг с другом, что жизнь огромна, что дорог очень много, и вы слышите внутри себя и видите по факту, что вам нужно идти к каждому своей дороге. Если это так, вы сядете и договоритесь, вы решите, кто берет на себя какие обязанности. Зачастую, в 90% случаев, ребенок остается жить с матерью. Отец берет на себя какое-то финансовое обязательство, плюс он участвует в воспитании ребенка, он ходит на родительские собрания, он гуляет с ним, он учит его плавать. То есть он делает все то, что и делал бы, если бы они жили вместе, только в чуть меньшем количестве и не так часто. Это один вариант. Но наверняка каждый из вас скажет, что если это и было в жизни, может, один-два раза вы услышали, потому что в подавляющем большинстве развод сопровождается громкими битвами, скандалами, предъявляются счета, все узнают друг о друге много нового, о том, как он не так ходил, стоял, любил, что я для тебя сделал, что он для тебя сделал. И в этот момент из человека поднимается все самое нехорошее, что в нем было где-то там в глубине. Самым сильным оружием, самой большой монетой разменной, картой становится ребенок. Родители начинают манипулировать сознанием ребенка, который вообще ничего не знает о жизни. Он просто испуган, он видит, что-то происходит. Мама плачет, папа кричит или наоборот, или то и другое вместе. Ребенку ничего не понятно, и тут еще родители начинают что-то говорить в адрес отца или матери. Колкая, едкая, обидная, провокационная. Ум ребенка не имеет критического центра, поэтому он все воспринимает абсолютно буквально. В таком случае сложно сказать о чем-то позитивном и разумном до того момента, пока все эти страсти не утихнут, пока не будет решено, кто там платит алименты, если есть общее совместно нажитое имущество, пока оно не будет разделено, пока не улягутся определенные страсти, там сложно говорить о каком-то разуме. Если мать начнет говорить, что ты его больше никогда не увидишь, если отец богатый обладает какими-то огромными возможностями, он может сделать так, что мать его никогда не увидит. В общем, развод для меня лично это показатель того, чего стоили ваши отношения вообще. Если из вас начинает выливаться грязь, то, наверное, и отношения были не очень добротные, человеческие, сердечные. Наверное, вы в комментариях можете написать там, а он такой, а она такая, я для него все, а он для меня не все. Но, ребята, я вам скажу так, что танго танцуют вдвоем. Никогда в разводе не бывает виноват один человек. Никогда. Поэтому, если вы уже разводитесь, то оставайтесь с людьми, старайтесь не искалечить психику ребенка, постарайтесь, если вы сняете отношения, чтобы ребенок не присутствовал при этом. Если уж так получилось, что вы развелись, то тут стоит говорить о том, что в разных возрастных, в разном возрасте ребенок по-разному это воспринимает. Если он совсем маленький, он вообще может этого не заметить. Если вы никогда не исчезаете из его жизни, вот как было в моем случае, я развелся, когда перестали жить с женой, когда сын был еще очень маленький, и я никуда не исчезал из его жизни, я приходил к нему каждый день на протяжении 3-4 лет, потом это стало как-то реже, но из его жизни я никогда не исчезал. И за все время он мне ни разу не задал вопрос, там, папа, почему ты с нами не живешь? Не знаю почему, но не задал. Я все ждал, ждал, не задал. Может, потому что я никуда и не исчезал, постоянно был, на телефонной связи мы ходили, гуляли, путешествовали, чему только с ними не делали. Конечно, вы должны присутствовать на днях рождения ребенка, на новых годах, на всем том, что для каждого человека ассоциируется с семейными праздниками. На днях рождения жены, если она вас приглашает, еще каких-то, то есть все, что связано с семейными атрибутами, вы там должны быть. Второй момент, вы не должны ничего говорить плохого о маме, вообще никогда. Как бы ни разошлись, что бы у вас ни происходило, ребенок должен знать, что его мама самая лучшая мама на свете. Поэтому никакой критики в адрес жены с вашей стороны не должно быть. Если она будет поступать так же, то вообще все прекрасно, ваш ребенок вырастет абсолютно нормально, психологически здоровым человеком. Вести или не вести разговоры о том, почему папа и мама больше не живут вместе? Ну и опять же, если ребенок маленький, вообще он не будет задавать эти вопросы. Если ему уже лет 8-9, то скорее всего они настолько образованы, что вполне вероятно, они тоже не будут задавать эти вопросы. Мне кажется, что лучше эти разговоры не вести. Как вы будете объяснять ребенку и его маленькому уму, почему вы не живете вместе? Лучше от этой темы, на мой взгляд, опять же уходить. И потом со временем вы можете... Есть, допустим, есть вариант, когда можно объяснить, почему вы не живете. На примере собственной жизни ребенка. Потому что ребенок в детстве с кем-то дружит, потом не дружит. И можно на этом примере показать, что вот и взрослые так, они могут жить, а потом могут не жить. Но мы остаемся в твоей жизни. Главное убедить ребенка в том, что вы никуда не исчезаете, что вы будете рядом, что он всегда сможет обратиться к вам за помощью, психологической или еще какое-то другое. То есть ребенку важно чувствовать некую опору внутри себя, некую поддержку, некую защиту. И тогда вопрос того, что его семья распалась, не будет так болезненно им восприниматься. Если произошел такой крайний жесткий случай, когда отец исчез по какой-то причине, ушел в другую семью, улетел в другую страну на планету, в общем, неважно. Он исчез из жизни и не желает общаться с ребенком. А вы бы хотели, чтобы между ними было какое-то общение. То тут вариант такой. Ребенку очень важно находиться просто в мужской энергии. Если у вас есть дедушка, если у вас ребята знакомые, какие-то друзья мужчины, братья, кто угодно. Ребенку просто важно вращаться не только в женской энергии, потому что любого ребенка окружают с детства мамы, бабушки, воспитательницы в детском саду, потом в школе, потом в институте. Везде больше женщин. Если мы говорим больше о мальчике сейчас. Для девочки это не так принципиально, хотя, конечно, тоже наличие в ее жизни хоть какого-то мужчины, как мужской энергии, необходимо для того, чтобы ее рост был более гармоничный в плане психологии. Сколько времени должен уделять отец, чтобы между ребенком и им не росла пропасть? Существует такое выражение «папа выходного дня», ну хотя бы раз в неделю, лучше два-три, но если два, это уже хорошо, три, это прекрасно. Если вы в разводе и два-три раза видите своего ребенка в течение недели, никакой пропасти между вами не будет, ребенок будет с вами делиться с событиями, которые с ним происходят, вы будете что-то ему рассказывать и контакт между вами не будет никогда утерян. Если сложилась такая ситуация, что муж с женой развелся и мама очень обижена, говорит ребенку много нехороших вещей об отце, но вместе с тем, как бы не против, чтобы он общался с ним. Как себя вести отцу в такой ситуации? На самом деле, ни в коем случае не отвечать, око за око. То есть не надо рассказывать, какая мама там, что с ней не так и не то. Просто переводить это все на шутку, уходить в сторону, но не поддерживать. Ребенок вырастет и сам все поймет. Но это опять же вопрос к тому, насколько вы взрослый и понимаете, кто перед вами стоит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, задавайте вопросы относительно, какие проблемы у вас возникают, и мы будем дальше общаться и разговаривать сами на эти темы.